Приветствую вас. Дополнение к тому, что сказал мой коллега, мне бы хотелось вам пояснить вот какой момент. Да как вы думаете, почему люди не хотят поступать определенным образом в отношении к вам и не только к вам? Ну, наверное, из-за отсутствия стимула. То есть у людей, которые должны что-то для вас сделать, нет стимула, чтобы это делать, и из-за этого процесс стоит. Давайте мы с вами подумаем, почему может быть отсутствие стимула, ну вот к тому, что нужно сделать. Что может влиять на отсутствие этого самого стимула? И вот здесь как раз появляется, знаете ли, очень, на мой взгляд, важный момент. Какой момент? Значит, стимул может организовывать, или лучше сказать правильно образовывать, либо начальство, оно, как я понял, у вас этого не делает. Тогда нужно ответить себе на вопрос. А вообще говоря, вот то, что требуется вам от других сотрудников, вообще говоря, это является их прямой обязанностью? Получали ли они об этом уведомление от своего начальства о том, что, дескать, вот есть такая обязанность, которую они должны выполнить? Или нет? Или это не совсем прямая обязанность их? Это как бы, знаете, бывает иногда что-то вроде неформального такого, да, неформальная дополнительная работа, за которую, вообще говоря, не особо приплатят, да, за которую, вообще говоря, ничего человек не получает. Но, тем не менее, делать ее нужно. Понятно, что в этом случае отсутствие стимула – процесс нормальный. Зачем людям что-то делать, если их, в принципе, устраивать все и так? Они не будут, конечно, ничего делать в этом случае. Тогда, что вы можете сделать? Во-первых, хочется сказать вам для начала так. Вот если это не прямая обязанность людей, о которых вы пишете, если это не является прямо их прямой обязанностью, то тогда вам нужно самостоятельно для них как-то что-то сделать, чтобы этот стимул появился. К сожалению, если вы сами что-то не пообещаете этим людям, которые должны для вас сделать какие-то вещи, – к сожалению, ничего не будет. Потому что отсутствие стимула что-либо делать со временем не придет. Наоборот, чем дальше, тем меньше стимула будет у людей. А зачем? Если их все устраивает и так, как есть. А вот если стимул есть изначально, если изначально стимул все-таки существует, например, начальство дало задачу, например, помочь вам в переезде, или начальство дало задачу в течение какого-то времени переехать, я вот этот момент не очень хорошо понял, но тем не менее. Вот тогда, тогда вам можно и нужно обращаться к начальству. Потому что это в таком случае прямое, простите, нарушение трудового законодательства. Прямое, простите, нарушение трудовой дисциплины. И нет ничего зазорного и стукаческого в том, чтобы вы обратились к руководству для того, чтобы оно потребовало исполнения своего приказа. своего, так сказать, указок для его же блага. Ну и не ваша вина, что, в общем-то, люди не хотят этого делать. Не ваша вина, что люди сами тянут время и не желают выполнять то, что, вообще говоря, им предписало начальство. Ну, согласитесь, ну, никоим образом это не ваша вина. И тогда, тогда можно выделить варианты решения вашей проблемы такие. Если начальство, вот если начальство действительно не давало такого указа, чтобы вот вам помогали, то вам нужно самостоятельно придать стимул людям что-то сделать. Какой это будет стимул? Я, конечно, не знаю. Каждому человеку нужно будет что-то предложить. важное для него, нужное, чтобы он сделал. Конечно, скажете вы, а зачем мне что-то предлагать? Мне должны, там, помочь и так. Да, действительно, вам должны помочь и так. Но вы сами видите, к чему это приводит. То есть вы сами видите, как вам помогают. Если хотите ускорить процесс, то будете двигаться в этом направлении. Если начальство давало конкретные указания по решению данного вопроса, то однозначно обращаться может к нему. Потому что, ну, если этот человек, который ослужился от своего начальства с другими, так же поступает, рано или поздно это будет вредить работе всей компании, всему юридическому лицу, который дает вам работу. И я думаю, что начальство вам только спасибо скажет за то, что вы призываете людей к дисциплине. А это невозможно без определенной напористости, без некоторой наглости, без целеустремленности и упорства к сожалению. Никуда от этого не деться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.